здравствуйте в общем blizzard и внезапно выпустили патч пока он только на тестовом сервере изменений не так много но среди них есть ультра серьезные поэтому пойдем и жестко их оборзеем вот так вот выглядят патч ноут и у ху 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 так сегодня мы разработали наше первое обновление сборки 136 и 2 этот патч включает изменения турнир турнирной системы на это будет иметь об обновлением акула тоже бутонете изменение баланса пожалуйста имейте ввиду что это тестовая версия и работа над патчем продолжается поэтому некоторые вещи могут измениться огромное вам спасибо за то что вы тестируете этот патч и оставляете свои отзывы мы обновили бы консервер инфраструктуру то импровь сервер фреймрейт не знаю может быть бутонет чуть получше работать будет баланс давайте переходим к действительно интересному баланс хумы полиморф может действовать на героев длится три секунды думаем думаем ну во-первых выглядит жестко выглядит ультра жестко сразу аналогия с циклоном циклон сколько действует на героев циклом по моему действует на героев 7 секунд давайте я быстро гляну 3 ликви педия талон друидов за телом циклон 6 секунд действует циклон на героев то есть в три раза меньше чем в два раза меньше чем циклон насколько это сильно ну что сразу напрашивается это масс вертолеты и масс-сорки против андеда причем может быть даже либо без экспо либо секс полна т2 то есть ты можешь не давать андеду поставить эксп не ставить эксп сам играть допустим архимаг фэрлорд паладин сорки вертолеты с одной базы и это жестко другие матчапы против кого еще это можно увидеть да и наверное все на самом деле в реальности то есть три секунды кидать против эльфа тебе нужен т3 тебе нужен полиморф дождаться там будут феррики там будет аймша там будут дриады может быть какой-то какие-то рифлы с одной базы тоже и с выходом в полиморф но это уже под сомнением но против андедов ультра жестко выглядит зачем это нужно против арков вряд ли потому что во первых ты не можешь жать т3 большинстве случаев только если ты жмешь т3 ты идешь в грифонов они в 40 полиморфить таурена и форсира им не нужно быть постоянно как бы в активной форме они дали прокасты им норм им постоянно не нужно сбивать единственное что приятно это то что можно будет полиморфом сбивать поддерживаемые заклинания допустим если у того же эльфа кипер дожил до 6 уровня а у вас что-нибудь типа архимаг панда алхимика у вас или архимаг панда бладмаг а у вас бывает такой набор героев против эльфа то просто нечем сбивать ульту теперь такая возможность будет короче против андедов это ультра сильно и неадекватно по ощущениям в остальных матчапах даже руки сандры бэйкс это эти господи какие-то короче клинки на коней теперь их опять нужно изучать малозначимое изменение чуть чуть сложнее будет с андедом их вообще можно нафиг убрать ну окей пусть будут арки таурены теперь доступны на т2 для поле в рай за нужен т3 думаю 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 ну во первых это жестко мы не забываем что у тауренов теперь есть встроенный микро пульвер айс который работает без изучения апгрейда дает уже небольшой эффект а есть ли смысл тогда вообще в гранта в грантах такой вопрос возникает нужны ли аркам гранты при таких раскладах если да то зачем единственное преимущество грантов в том что они леса не требует но можно пробов больше подстроить можно даже шедера взять выглядит ультра жестко выглядит ультрами чем неадекватно непонятно зачем вот я нашел пример того как раньше выглядели патчи допустим сейчас я вам покажу это какой-то ультра пожилой патч из вон август 2020 года что мы видим они тут нерфят жучков крип лорда это не суть есть примечание разработчиков где они объясняют почему они горят что тут особых изменений баланса этом патче не будет но нам нравится как крип лордам позволяет играть макро андедом и так далее и так далее но мы видим проблемы что эти самоны там они постоянны у них есть доступы за попки это 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 короче они объясняют изменения причем ну развернуто с этим можно не соглашаться с этим можно спорить но есть какой-то предмет для разговора что они делают теперь они выпускают радикальные изменения типа полиморфа на героев или типа т2 тауренов и как они это объясняют они как думайте сами гадайте сами какая муха их укусила в каком воспаленном сознании родились эти изменения из какой психушки разносятся эти голоса непонятно просто непонятно но это тестовый сервер напоминаю думаю что в life из этого пройдет только только клинки ну и хрен бы с ними переходим к альфам у под мы снижена стоимость огненной стрелы с восьми до пяти также увеличен урон этой стрелы но не на первом уровне на втором и на третьем ну баф под мы ожидался то есть это единственный герой которым которого эльфом не бафали за последние там патчи очевидно что надо бафать с 8 до 5 это будет влиять в андетой в эльфмероре в первую очередь в эльфмероре это сильно довольно таки ну то есть это баф не срадки с под мой очевидно это менее значимые изменения на опять же в том же эльфмероре если ты играешь хантов на т1 то у тебя под на часто четвертый уровень берет 20 25 разница есть все-таки баф эльфов с которые любят играть в потму также может быть потма против арков пробовали эльфы играть в потму масс хантов и в принципе это играбельная страдка это сделает ее еще более играбельной согласен ли я с этим изменением нет повлияет ли она на баланс на расклады я думаю ну в эльфмероре в первую очередь и все может быть против арков чаще в первую потму начнут играть но в принципе мы это увидим непонятно непонятные изменения под мая так достаточно сильная она ситуационная то есть она ну ты вынужден играть в ранжовых линитов и так далее это странно но хоть сова не превращается в виспо и ярче и как предлагал время дело идем дальше гиганты стоимость по лимит ну смысле лимит занимает мои гигантами снижен с 7 до 6 это сильно это ядрить как сильно то есть это конечно и так сильно как-то время на т2 но просто если таурены на т2 я почти уверен что не пройдут в лайф то вот это в лайф пройдет под шумок то есть это в качестве дымовой завесы используется полиморф и таурены а на самом деле все направлено на то чтобы гигантов протолкнуть гиганты уже занимали 6 лимита в 1 30 близарды их очень сильно апнули снизили им стоимость гиганты это теперь самый дешевый боевой лимит в игре в пересчете на единичку лимита эти 6 лимита возможно изменит ситуацию там надо считать короче если гиганты 6 лимита то просто у тебя в 50 лимита больше влезает боевого лимита то есть у тебя будет там два гиганта несколько арчей три героя с арбами и это все в 50 лимита на два лимита меньше ну или три гиганта тогда на три лимита меньше короче это жестко но в случае если эти изменения пройдут то мы увидим что гигантов чаще начнут использовать против умов но в остальных матчапах против андэ давайте и думаю не думаю думаю что это пройдет в лайф и вот это пройдет в лайф отма тоже наверное то есть эти изменения слишком бредовыми выглядят их очевидно все будут оспаривать варпал блэйдс это great на господина боли ки сквозь скорость его исследования снижена с 60 до 45 секунд опять же это в эльфмероре только может порешать если в потму играет эльф насколько нам пофиг на эльфмерор да пусть делают там что хотят в других матчапах ну где-то как-то против умов то ну да ну бред нет это это малозначимые изменения в эльфмероре да это может там как-то влиять но это миру андэдэ удивлен что нет бафа мунвеллов но думаю еще еще пройдет андэдэ гуль френзи вот это тоже пройдет в лайф как бы бедный хапач лицо к осмотру это по-любому пройдет лайф гуль френзи будет снижен бонус к скорости атаки гулям с 35 процентов до 30 давно жалуются на гулей но проблема в том что андэдов нет других юнитов адекватных это ну хапачу станет еще сложнее дальше курса может теперь накладываться на механические юниты курс это проклятие у большей которая промахи дает крипл это увечья у некромантов его тоже можно на механических юнитов кастовать но танки рип теперь большие станут эффективны против танков то есть одна из контр стратегии к большам от ума было это танки теперь больше будут эффективнее некр и так нормально против танков работали потому что к некром добавляются мид веганы а мид веганы ломают танки но ну как бы танки рип но дальше нас ждут еще более значимый измену кроме как на танки не вижу на что это может быть направлено дальше у нас гораздо более значимые изменения у андэдов забирают свиток исцеления на т3 и при этом дают новый девайс который доступен на т2 это палка диспала это такая же я посмотрел это такая же палка диспала как была в компании и как было в руки в общем магазине в руки продавалась она дает тебе три диспала по радиусу как у приста и стоит 200 золота во первых это сильно а во вторых это дает вариативность андэдам потому что андэды единственная раса у которой диспал появляется на т3 и поэтому андэды обречены играть в т3 в каждой игре но просто потому что ты не можешь играть в warcraft без диспала если там будет ну тебе нужно сбивать секс корни вот такие вот заклинания тут даже не сам он и проблемы о можно играть в каких-то не кров допустим да и использовать это чтобы дисплей лить ну того же кипера если он у эльфа короче во первых это сильно в плане не кровь но у них ров других изменений нет у них ров только что вот это вот ерунда то что не на танк кидают крипов но кому не пофиг я думаю пройдет ли это в лайф изменения вот это изменение может повлиять на гену смысле она точно повлияет на геймплей какие страдки у андэдов появляются они смогут играть в гарк против ильфа без дистров а какие-нибудь и риджу вы диспалить или там пары от панды диспалить палкой смогут играть против хумов т2 не кровь это сильно но насколько сильно надо смотреть на практике тут тяжело так оценить это изменение думаю может в лайф пройти в отличие от тауренов и полиморфа и она повлияет на геймплей достаточно ли это компенсация за гульф рэнди но в любом случае он дедов будет пространство хоть что-то смогут придумывать также кстати вот я говорил ничего не кром не дают есть небольшой баф увеличивает скорость передвижения мид веганом а мид веганы и некроманты это как бы близнецы братья кто более андэдом ценен причем на них работает аура деки то есть по факту они еще быстрее будут но окей окей хоть немножко шейка порадовали так frost вирм забо грейд который дает им заморозку на здание его стоимость снижена с 275 леса до 225 вообще кофиг но это ультра малозначимое изменение и сразу нейтральное изменение вулкан фаерлорда дэмэдж фактор по зданиям снижен с 3 до 2 то есть хуже здания будет ломать вулкан помните я ваншотнул арку вышки вулканом сразу ему типа такого не будет но тоже ультра малозначимый змей когда мы вообще видели вулкан в последний раз к кому торнадо нога speed bass увеличен с 75 до 150 откуда это все берется откуда откуда вот это почему я вообще не понимаю вот в каком вот об чем они должны думать чтобы вот такие предложения появлялись непонятно ой подытожим полиморф против фан дедов сильно но кстати с учетом того что у них палка будет все сильно в других матчапах сомнительно пройдет ли в лайф скорее всего нет но какие-то шансы есть клинки в лайф пройдут клинки нормальные изменения но в смысле ничего тут плохого не вижу окей таурены доступны на т2 но это изменение в лайф не пройдет я почти уверен это это самая главная проблема текущего патча это прям ультра жестко изменение эльфов скорее всего все пройдет в лайф во всех против хумов и этих кстати даже против арков мы можем увидеть гигантов чаще буду клепать гигантов патма это в эльф мироре лично я может даже и рад бафу под мы в эльф мироре хоть не надо будет на медведя когда убийца но достаточно ли это для того чтобы патма стала сильнее демона в мироре не знаю посмотрим на самом деле даже тут я супер большой проблемы не вижу конечно изменения гигантов сомнительные я думаю что это все в лайф пройдет андеды нерв гольф рэнди бедных апач рип танки за что танки непонятно ну причем ладно пофиг на этот крипл пусть бы к оставался но курса на танки это больно потому что у хумов не так много инструментов для контры большей на самом деле и танки это один из основных инструментов то есть если андет выходит в большей ты уже не можешь строить коней у тебя остаются либо там спал брейкеры либо рифлы но это все уязвимо к андедовским юнитом героям либо танки потому что большие танкам ничего не делают и мы видели что романтик против хопача против большие часто выходят просто в чистые танки и пытаются забейстрейдить является ли это сейчас каким-то имбовым и сломанным да нет мы кучу игр видели где хопач отбивался при этом но к танкам blizzard давно негатив испытывают тут ничего удивительного диспол на т2 вот это интересное изменение она сильно но вот так вот с наскоку оценить влияние на игру тяжело баф скорости митвеганом но с ним можно что-то попридумывать надо тестить на практике изменение вермов малозначимое у андедов я думаю даже все может пройти кроме палки диспала но палка диспала может тоже пройдет посмотрим против эльфов это прикольно против других раз но ты собак слишком дорого дисплей лить палкой диспала элема фаерлорда да пофиг на них уже на такой стадии эльф x поставил к этому времени скорее всего гарги гарги без дистров единственное применение которое я вижу ну посмотрим короче бред какой-то я главное что непонятно чем это обосновано опять же никаких примечаний ничего нет ну и вот как бы комментарий от год фазера который все объясняет я думал что 1 апреля было две недели назад я тоже так думал но мы ошибались посмотрим что дойдет дала его тут еще загадывать нельзя так вы еще критикуешь предлагай говорят на самом деле пчел из комьюнити map maker of проводил опросу на чем всех подряд там спрашивал какие бы ведь хотели видеть изменения это было и при ты перед предыдущим патчем вообще ничего из того что я видел из предложения игроков не прошло то есть близ и к этому не прислушивается но для сравнения покажу вам что я предлагал допустим просто чтобы сравнить и объясню почему и так думаю что сейчас лучший баланс если рассматривать пас патчи после 1 27 при условии текущего турнирного макпула я действительно так думаю и тут важно учитывать макпул то есть я ориентируюсь на макпул который на китайских лигах это т.п. лига которая теперь у старлига и это вот последний крупный турнир от романтика то есть из макпула пропали мелкие карты типа лр аэл но туда вернули тиринас тм лт вот если учитывать вот этот макпул то сейчас лучший патч абсолютно точно после того что мы видели вот с 1 2 30 и дальше проблемные матчапы хумандед хуморк предлагаемое решение уменьшение времени строительства шахты андеда до 100 секунд она была 100 секунд потом понерфили до 110 предлагаю опять откатить и откат нерфа скорости атаки в нерубке это тоже влияет все стоимость став у хумов вернут 250 ну став и все-таки слишком халявные перестали пофиг но это менее значимые изменения ключевое это шахта и этот уменьшение здоровья хэдхантером на 20 это уже это вот по хумандед я думаю что проблема только в шахте то есть если андет доживает до лейта нормально то все нормально несмотря на то что хуман баф или лейт вся проблема в шахте но если андету не удается шахту задефать ее отменили 2-3 раза то однокалиточная игра получается уменьшение здоровья хэдхантеров на 25 до 350 после грейдана берсеркера в здоровье лечиться до 475 то есть откатываем баф на 25 хп но после того как и гредит в т3 возвращаем для того чтобы арки могли играть в т3 хэдхантеров против андедов а хуман будет вам будет проще от 20 начального пуша вот если ты поставил fastx за хума то ты можешь дальше играть против арка но про эльфа не написал я не считаю что ульфа ну что есть проблемный матчат и с эльфами я два матча по проблемных вижу вот такое предлагаю решение все-таки хэдхантеры слишком сильные ну и хэдхантеры опять же это и ориентируясь на про сцену то есть я считаю что арки гораздо сильнее андедов но я не могу игнорирует тот факт что фокус проиграл happy 30 серий подряд то есть это с учетом того что хорк проблемный матчап а сам ноет так в смысле проблемный для хума то есть тут проблем проблема у андета тут проблема у хума я же предлагаю хэдхантеров понерфить куки куда смотришь это необходимый минимум остальные изменения правильно то чтобы разнообразить геймплей общее перенести изучение рюкзака из главного здания в магазина кстати вот это кольцо я бы тоже в жизненно важные изменения поднял сразу кольцо плюс 4 поменять на кольцо защиты плюс к 3 демон hunter с кольцом плюс 4 все еще утронепробиваемый это слишком сильно вот это интересное изменение вот это я считаю действительно интересно что даст вот этот перенос грейда можно будет учить грейд на рюкзак одновременно с тем как у тебя идет течь очевидно андеды смогут подносить скелетов хумы смогут подносить хилл скролл или пипетки маны но это вряд ли хумам слабо повлияет арки смогут переносить замазки вот это сильно плюс опять же это изменение которое ну будут использовать только сильные игроки то есть если тебе хватает мультитаска если почему тебе изменений раз в общем-то суббит прочитай все кукер тут все понятно потому что это необходимые изменения остальные изменения тоже не необходимы это просто для того чтобы разнообразить геймплей это разный приоритет у этих изменений кукер все написано эльфы смогут если они в т3 допустим с одной базы играют смогут тоже не жертвовать ты чем учить рюкзак и триады став приносить так что все в принципе выигрывают кроме хумов потому что хумам ну им чтобы свиток использовать им надо битых футов отводить потихоньку потом стать хилиться короче вот это мне кажется очень интересные изменения и с высоким как ну то есть только для сильных игроков она повлияет и реально но за этим интересно смотреть будет как будто использовать вот к этому и присмотрелся андеды некроманты повысить скорость регенерации маны с 067 до 072 как у шаманов да потому что андедом понерфили табурет скорость регена маны хумыльф тоже ноешь ною но я ориентируюсь на про сцену вот в этом откатить нерв на вермов который снизил длительность заморозки по героям вермы раньше замораживали героев на 10 секунд также как юнитов теперь замораживать на 3 секунды и поэтому от них спокойно убегает хоть демонхантер хоть панда хоть кто угодно и крам скорость мана регена можно бафнуть в качестве компенсации нерфа табурета потому что когда нерфили табуретом дедом думали только про героев про некромантов никто не думал арки great арковским катапультом на масло перенести до т2 тоже интересные изменения можем ли мы то есть станут ли катапульты при этом какими-то супер эмбовыми не думаю но сможем ли мы их чаще увидеть я думаю что да а great на масло в конце концов красиво смотрится смогут против эльфов это использовать против против хумов но вряд ли слишком часто будут играть но это прикольно надо по можно потестить вот это вот это можно на т2 переносить тауренов на т2 переносить нельзя хилвард у вич доктора снизить до 150 маны чтобы он мог кидать хилвард сразу когда выходит из здания тоже нет не станут они супер эмбой ничего это не сломает но можно будет хотя бы в мироре их играть попробовать хумы убрать обилку на клинки коням да потому что не вижу в ней особого смысла то есть она только против пауков работает при этом изменить эффект хумовской арбы на опять вернуть плюс 10 к урону просто как было стоимость снизить до 250 она получат 250 так и оставить перенести great на дрессировку животных на т2 это откроет хумам возможность играть в т2 хавков против да почти против всех раз кроме мирора вот типа это не такие радикальные изменения это может повлиять на баланс короче я примерно так вижу изменения но бриз и видят их вообще абсолютно необъяснимым образом ой но яду я почти уверен что таурены в life не пройдут но это сильный бред полиморф тоже скорее всего в life не пройдет нерв гульф рэнзи пройдет т2 диспландедов посмотрим короче стопаем на этом обзор спасибо за внимание ну вы сами все видите чего хотят blizzard и непонятно да